Всем добрый день! Всем привет! Подскажите, пожалуйста, слышно нас, видно ли нас? Так, вижу, что видят. Большая часть зрителей нас видит. Если вдруг у кого-то возникнут проблемы со звуком, то попробуйте обновить страничку. Давайте еще буквально минутку подождем, чтобы к нам подключилось побольше зрителей. Видите, потихонечку собираются. Поэтому нам пора начинать. Слушай, согласна. Давай начнем с тобой. Так, еще раз всех поприветствую. Сегодня мы с моим коллегой собрались не просто так. Мы бы хотели обсудить с вами очень интересную тему. Я, Безрукова Елена, и мой коллега Капугин Алексей. Мы консультанты транспортного отдела. Сегодня хотели бы обсудить с вами тему статичная и динамическая маршрутизация. Все за и против. Ну и прежде чем мы перейдем к нашей увлекательной теме, я расскажу пару слов о компании. «Акселот» — это российская IT-компания. Занимаемся, специализируемся на автоматизации управления цепочками поставок. На рынке мы уже более 20 лет. В частности, мы занимаемся автоматизацией процессов транспортной логистики. И по данному направлению за нашими ключами уже более 200 проектов. И еще пару слов о ТМС. ТМС — это система управления перевозками и собственным автопарком. Наша система позволяет автоматизировать учет потребностей в перевозке, также осуществлять маршрутизацию заказов как с применением собственного автопарка, так и наемных транспортных средств. Более того, система позволяет осуществлять полноценный мониторинг исполнения рейсов. Помимо этого, с помощью ТМС мы можем производить полноценный комплексный учет собственного автопарка, включая учет движения горячо-смарочных материалов, путь идут листов и ремонтов. Ну и, конечно же, одна из важнейших функциональных возможностей ТМС — это возможность учета затрат на всех этапах перевозки и также учета затрат по собственному автопарку. И, следствие, возможность формирования отчетов в различных аналитических разрезах, что позволяет нам производить оценку эффективности текущего бизнес-процесса. Ну, в рамках сегодняшнего вебинара мы рассмотрим конкретную сторону ТМС, ее функциональную возможность, а именно маршрутизацию заказов. Сразу уточню, я буду представлять сторону динамической маршрутизации, Алексей будет представлять сторону статичной маршрутизации. И прежде чем мы перейдем непосредственно к самой дискуссии, я предлагаю все-таки разобраться, что мы в ТМС принимаем под статичной и динамической маршрутизацией. И здесь я передам слово Алексею. Коллеги, статичная маршрутизация, по статичной маршрутизации в ТМС мы предполагаем планирование рейсов по заранее определенным маршрутам с заранее определенной периодичностью. Как пример, когда переводчик выполняет регулярные рейсы из Москвы в Калугу три раза в неделю, такой рейс мы считаем статичным. То есть получается, что у нас маршрутизация предполагает только одну точку доставки? Нет, конечно же нет. Одной точкой доставки мы не ограничиваемся. Тот пример, который я привел раньше, он скорее описывает автоматизацию перевозок внутри одного предприятия с одного склада на другой склад. В целом, когда мы говорим про статичную маршрутизацию, надо понимать то, что она предполагает проведение предварительной настройки, достаточно серьезной. Когда мы планируем рейсы, мы указываем для них периодичность, мы указываем транспортные средства, которые будут принимать участие в планировании. Для транспортных средств мы указываем распределение по различным зонам. При этом можно указывать порядок посещения точек в заранее предопределенных маршрутах. Потом уже при исполнении рейса или перед исполнением рейсом порядок посещения точек можно редактировать. Кроме того, мы выбираем реальные транспортные средства, на которые будут выполняться планирование рейсов, и виртуальные транспортные средства. Слушай, извини, я тебя сейчас перейдем. Вот попросу тебе сделать два уточнения. Во-первых, ты упоминал термин зона, может быть, не очень всем понятно, что ты подразумеваешь под зоной. И еще расскажи, что мы подразумеваем именно в ТМС под виртуальными транспортными средствами, потому что не все знакомы с функциональностью нашей системы. Спасибо, Лена. Под виртуальными транспортными средствами мы предполагаем, что когда на рейс назначено виртуальное транспортное средство, по нему не закреплена конкретная машина, еще нет исполнителя, просто мы предполагаем исполнение этого рейса машиной с набором определенных характеристик, таких как грузоподъемность и объем. А если говорить про зоны, к примеру, когда курьер выполняет перевозки, когда курьер ежедневно выполняет перевозки внутри своего района, либо города, микрорайона. В целом, скажем так, когда мы говорим про статичную муштизацию, самое главное здесь, то что еще на этапе формирования потребностей, когда заказ только поступает, мы уже знаем, кто, когда и куда его повезет. Ну, в динамической все чуть-чуть отличается. На этапе поступления потребностей перевозки, то есть на яхте, мы еще не знаем, кто и когда у нас что повезет, да, то есть у нас есть определенные входные данные в виде заказов, в виде определенных ограничений, например, временные окна, в виде ресурсов, то есть транспортных средств и водителей. И в дальнейшем мы производим маршрутизацию заказов, и конечный результат, он, конечно же, зависит от комбинации заказов по точкам доставки и имеющихся ресурсов. И пока мы не смаршрутизируем заказы, мы увидим конечный результат. И мне кажется, что такой подход, он более прогрессивный, потому что мы учитываем все обстоятельства планирования. А когда мы говорим про статичную маршрутизацию, если мы будем больше смотреть на практику, то мне кажется, что этот вид маршрутизации, он больше присущ молодым компаниям, у которых небольшой ползаказов, возможно, свой небольшой автопарк, и логист ежедневно устраивает маршруты по определенным привычным точкам доставки. То есть каждый день он строит одни и те же маршруты, соответственно, и со временем, когда у нас меняется ситуация на рынке, растет бизнес, логисту сложнее адаптироваться к новым реалиям, и вот эти вот исторически сложившиеся маршруты, они становятся малоэффективны. Мне кажется, что ТМС, она как раз-таки призвана стать инструментом, который нам поможет устраивать наиболее эффективные маршруты и, соответственно, показать, может быть, недостатки уже существующих маршрутов. Ну, я не совсем согласен с тем, что статичная маршрутизация присуща компаниям молодым. Скорее, она присуща компаниям, у которых есть уже сформированный пул клиентов, получателей и точек доставки. Вообще, нам, чтобы разобраться, какой подход лучше, какой и когда может быть использован, предлагаю сравнить эти два подхода к маршрутизации по определенным критериям. Да, давай, так и сделаем. И давай начнем с первого. Первый критерий – это скорость маршрутизации. Достаточно злободивная тема, потому что для многих очень важно осуществлять быстрое планирование, особенно когда у нас постоянно поступают заказы, например, да, и день в день осуществляем доставку. Тема действительно очень актуальна, и статичная маршрутизация, она, безусловно, выигрывает скорость маршрутизации. Почему? Как правило, распределение пулу заказов не занимает у логистов больше, чем две минуты, и увеличение количества заказов, оно не оказывается существенным влиянием на увеличение времени, которое требуется на планировании. Такой эффект достигается за счет того, что все маршруты уже заранее сформированы. Для маршрутов определенные графики. И раньше я чуть подробнее рассказал про настройку. Когда настройка уже выполнена, тогда планирование рельсов выполняется очень быстро. В системе нужно только распределить заказы между уже сформированными маршрутами. Расскажи, как в динамике. В динамике тоже все вполне себе хорошо со скоростью маршрутизации. У нас есть отдельный модуль для планирования скапан, занимается маршрутизацией заказов. Планирование в нем тысячи заявок занимает около 10 минут. Согласись, это не так уж и много. К тому же, особенностью скапан является то, что он ориентирован на стоимостную функцию. То есть в настройках системы мы задаем стоимость проезда километра, за единицу времени, либо какую-то определенную тарифную сетку. Даже можем задать ее с разбивкой по перевозчикам. И автоматическое планирование это все учтет. И, соответственно, предложит нам наиболее дешевый для исполнения маршрут. У нас еще есть достаточно интересная особенность у скапан. в нем есть возможность допланирования рейсов. Например, тоже очень актуальный пример для курьерской доставки. Когда к нам пришли все заказы, мы их распланировали, машины уже назначены, но к нам приходят еще дополнительные заказы, которые мы должны довезти в тот же день, например. Когда мы запускаем допланирование, и, соответственно, раскидываем эти заказы уже к существующим рейсам. Ну и, конечно же, автоматическое планирование учитывает такие очень важные ограничения, как длительность рейса, его протяженность, временные окна. И, конечно же, довольно-таки большое перечень ограничения, заканчивая такими ограничениями, как учет ситуации на дорогах, то есть учет пробок, и даже пропускную способность в городе. То есть если у нас есть пропускный проезд через город, мы его тоже обязательно учтем и отправим только машину, которая боится пропуском. То есть мне кажется, что динамическая маршрутизация у нас все не проигрывает статики здесь. Ну, окей, давай вернемся к теме, мы говорим про скорость. Когда мы говорим про скорость, сказал то, что распределение тысячи заказов тебя снимает 10 минут. Да. А что ты будешь делать, когда у тебя будет там 3 тысячи заказов, 5 тысяч заказов, или вообще 10 тысяч заказов? Как ты будешь это делать? Смотри, здесь обязательно нужно учесть, в общем-то, сам процесс. Куда мы везем эти заказы, 3, 5, 10 тысяч заказов. Если мы говорим, например, про эти объемы в рамках одного города, то тут уже ты статикой не решишь эту проблему. Но это нужно точно будет решать динамически, потому что 10 тысяч заказов в рамках одного города говорит о том, что у тебя есть по частям города неравномерный спрос. Соответственно, если ты в статике задал, там, два маршрута разбил по районам, то может возникнуть ситуацию, когда у тебя в одном районе доставки мало заказов, и у тебя будут пустовать машины какие-то, и останутся свободными. В другом районе у тебя, наоборот, перезбыток заказов относительно твоего запланированного маршрута и у тебя, соответственно, уже не хватает машин. И в такой ситуации получится, что логист будет вынужден расформировать какие-то уже созданные рейсы, какие-то рейсы создавать вручную. И тогда твои две минуты маршрутизации при статике превратятся там в час, если не больше, корректировок. Вот, поэтому тут уже такой пример. Тут, да, сложно спорить, согласен. При таком объеме заказов динамика выигрывает. Давай тогда посмотрим на какой-нибудь другой критерий. Есть у тебя что-нибудь еще пример? Надежное отношение с перевозчиками. В чем речь? Как правило, между перевозчиком и заказчиком в договоре зафиксированы сроки доставки для заказов, которые они выполняют. И, как правило, за несоблюдение сроков доставки перевозчику грозят какие-то штрафные санкции. При статическом подходе к маршрутизации эта проблема решается очень просто. Те сроки доставки, которые зафиксированы в договоре, переносятся в ТМС. И как график периодических рейсов? Ну, смотри, я здесь не вижу какой-то очень большой проблемы для динамического планирования. Мы всегда должны понимать, что те сроки, которые у нас указаны в договоре, нереалистичны. Более того, скорее всего, в них заложен определенный запас времени на всякие порс-мажорные случаи и так далее. А когда мы динамически планируем, мы учитываем реальное расстояние, реальное время на исполнение рейсов, в том числе различные ограничения в виде пробок на дорогах. И в таком случае мы получаем реальное время на рейс, а не приблизительное, как указано в договоре, который, в принципе, может вообще указаться в сутках, в двое суток выставки. Да, это звучит очень неопределенно. Вот. Но такой подход, да, более точного планирования, он будет особенно актуален для перевозчиков, у которых машина клубится 24 на 7, они обеспечат ее максимальную рентабельность. И им обязательно в ходе распределения своих машин нужно заложить такие там работы на пересменку водителей, работу, возможно, на дезинфекцию транспорта, если они разную продукцию возят. Обязательно нужно заложить время на перемещение между точкой выгрузки у одного клиента и точкой задрузки у другого клиента. Вот. А вот у нас, например, по договору есть срок 48 часов, да, 2 дня договора установлено. Но мы понимаем, что мы можем исполнить этот рейс за 40 часов. То есть в оставшееся время мы как раз-таки можем заложить вот эти вот все необходимые действия на работу с транспортом, да, и при этом обеспечить максимальную рентабельность своего транспорта. Ну, смотри, когда у тебя каждый раз разные временные окна в твоих заказах, когда у тебя неравномерный спрос, твой перевозчик может испытать определенный стресс. То есть при статичном подходе ты, твои водители заранее знают, какие работы им предстоят, когда, на какие ворота, на каком складе они должны встать. А когда ты пользуешься динамической мошенитизацией, заранее твой перевозчик этой информации не знает, будь то собственный перевозчик или наемный, ты создашь для него стресс, соответственно, в один момент ты просто не получишь транспортное средство. Здесь я тебе, наверное, возражу, потому что тоже скорее вопрос в том, как мы устраиваем взаимоотношения с перевозчиком. Мы должны понимать, что, наверное, никто не работает так, что он моментально требует машину с перевозчиком, когда часто предоставят необязательно машину планирования, а наемный транспорт чаще всего производится заранее. Но даже если у нас там производится оперативное планирование, то это тоже не проблема, потому что ТМС в этом плане неплохо проработана. В ней присутствует отдельное рабочее место перевозчика. И, соответственно, когда мы планируем рейсы в режиме реального времени, сразу же их распределяем на транспортные средства, и эта информация моментально поступает в данное рабочее место. Помимо этого, у нас получается, что перевозчик может работать с клиентом, так сказать, в режиме единого окна, когда он в этом рабочем месте и получает заявки на транспорт, и может участвовать в тендерах от клиента, и также может отчитываться за перевозку и выставлять там счета. Вот более того, например, когда он взаимодействует с перевозчиками, часто возникает такая ситуация, когда он использует большое количество каналов связи, телефон, мессенджеры, почта, информация может теряться, это не очень удобно, и время отнимают у логиста, а здесь все в одном рабочем месте, и мы исключаем возможность потери информации. Ну и тоже здесь стоит отметить, что перевозчик, когда работает в данном рабочем месте, он не должен сидеть и каждую секунду его мониторить, а пришла ему там заявка или нет. Вот, он, у нас в системе есть возможность настройки уведомлений, соответственно, как только в рабочем месте окажется заявка или тендер то же самое, ему моментально придет об этом уведомление, и он сразу сможет его обработать. Ну, тут я бы, наверное, немножко отвлеклась. Вот, давай тогда я перехвочу немножко инициативу, я бы хотела затонуть некоторые слабые стороны твоей позиции. Вот, и одна из таких слабых сторон – это утилизация транспорта. Вот как при статичной маршрутизации ты сможешь обеспечить эффективную утилизацию транспортного средства? Ну, качество маршрутизации, критерием которого является утилизация транспорта, ну, ни по-моему, образом не является слабой стороной статичной маршрутизации. Ну, скажи, почему? Ну, смотри, например, когда появляется потребность в добавлении какого-то маршрута, периодического рейса, компания должна спрогнозировать, какой грузопоток должен идти по этому направлению, и уже исходя из этих параметров, она может подобрать транспортное средство и периодичность рейса, при которых утилизация будет приемлемой. Вот и все. Получается, что у тебя на уровне маршрута закреплена конкретная утилизация транспорта? Да, совершенно верно. Я здесь вижу определенную проблему, потому что вот что случится, если у тебя поменяются условия исполнения данного маршрута? При динамике мы можем играться с этим показателем, как захотим. Сегодня у нас высокий спрос, мы везем полный машин, завтра у нас спрос чуть упал, да, мы везем машину с 80% утилизацией. При статичной маршрутизации может возникнуть ситуация, когда у тебя вообще машина по ней был пустой. Ну, я думаю, что это нельзя назвать слабой стороной в целом подхода к маршрутизации, потому что очень многим компаниям этот критерий не важен. Например, вот если ты перевозишь скоропортящиеся продукты, когда ты перевозишь продукты питания, для утилизации транспорта, это точно не самый важный критерий, потому что для тебя порча товара будет стоить намного дороже, нежели рейс с полупустой машиной. Поэтому ты в любом случае повезешь вот этот товар. Хорошо. Согласна, для некоторых, может быть, этот критерий, наверное, не самый важный. Но давай тогда перейдем с тобой к другому моменту. Мне кажется, что статичная маршрутизация, она довольно плохо работает с сезоном спроса. Потому что при динамике вот у нас есть пул заказов, есть входные данные, есть транспорт. Мы распланировали, да, нам транспорта могло не хватить, тогда мы используемся виртуальным транспортом, о котором ты рассказывал. Рейсы распределили на виртуальные, потом выкинем на скотовые тендеры, перевозчики в рабочем месте даже в своем их обработают. Соответственно, мы уже можем спокойно работать дальше. А при статике у тебя есть маршруты, у тебя есть закрепленное количество транспортных средств, и при сезонных спросах, при увеличении спроса может стать для тебя проблемой. Ну, сезонный спрос, он, как правило, сюрпризом не является для компании. Когда у тебя какой-то бизнес, знаешь, давать у тебя высокий сезон, давать у тебя низкий сезон. Поэтому, чтобы избежать кризиса, при переходе в новый сезон, тебе просто надо к нему подготовиться. Когда ты знаешь, что у тебя сейчас будет низкий спрос, ты уменьшаешь количество периодических рейсов, ты уменьшаешь объем, ты подбираешь у него транспортные средства, там, с меньшей грузоподъемностью, с меньшим объемом, и спокойно выходишь без потерь. Хорошо, но мы все равно должны понимать, что увеличение количества заказов, оно же может быть связано не только с сезонным спросом, оно еще может быть связано с ростом бизнеса. В любом случае, как я и говорила, динамика с этим легко справится. То есть мы потери не ощутим при увеличении нашего бизнеса. А статика, мне кажется, не будет сложного. Ей действительно будет статичная маршрутизация, действительно пройдет эффект штабирования бизнеса чуть с большими потерями, чем динамическая. Но нужно понимать, что когда ты работаешь в ТМС-системе, когда ты используешь системный подход, у тебя есть много инструментов, как, например, отчетность и аналитика в различных разрезах, которые тебе позволят видеть зарождающиеся тренды. Когда ты видишь то, что у тебя резко выросла утилизация, ты можешь предположить, что она у тебя дальше будет расти с такой же скоростью, либо с какой-то другой, и принять какие-то управленческие решения. Поэтому масштабирование бизнеса, оно может происходить как и с динамической маршрутизацией, так и с эстетической маршрутизацией. В целом ты прав. В принципе, функционал отчетности, он может применяться вне зависимости от того, каким способом маршрутизации мы пользуемся. В принципе, здесь я согласна. Тогда есть у тебя еще какие-нибудь такие важные моменты, может быть, из практики, из работы с заказчиками, которые тоже можно было бы рассмотреть с точки зрения статичной и динамической маршрутизации? Ну, наверное, можно поговорить про качество оказания услуг по доставке. Что я здесь подразумеваю? Это можно даже назвать взаимодействие отдела транспортного и отдела продаж. Когда ты используешь статичный подход к маршрутизациям, твои клиенты, твои покупатели могут оперативно иметь доступ к информации о сроках доставки. То есть, проще говоря, когда ты что-то заказываешь, когда ты что-то покупаешь, ты хочешь знать, когда ты получишь свой заказ. Если у тебя есть фиксированный график, то ты просто сообщаешь его отделу продаж, ты размещаешь его у себя на сайте, и когда твой покупатель добавляет заказ в корзину, он уже знает, когда он его получит. Это очень большой бонус для любой компании, которая что-то продает. А особенно это классно для тех, кто работает как дистрибьюторы, например. Когда они сами покупают какой-то товар у поставщика. У поставщика, как правило, есть фиксированные окна. Тогда он может отгружать продукцию со склада. И со статичным подходом к маршрутизации твой покупатель уже знает, когда ты заберешь товар у поставщика, и когда привезешь к нему. Динамика тоже достаточно легко справляется с данным вопросом. Здесь, наверное, сразу стоит оговориться, что мы, ТМС, она не система одиночка, она всегда работает в интеграции с другими сервисами. Например, с компрометной системой, откуда мы получаем заказы. Соответственно, это и есть ее преимущество. Например, мы берем динамическое планирование. Планирование мы учитываем как раз-таки все сроки по доставке, в том числе те временные окна, которые нам может отдать поставщик. И в дальнейшем через интеграцию уже после процесса планирования будем отдавать конкретные сроки доставки. Либо программы, где работают те же самые продажники, чтобы они знали, какого будет срок доставки, могли передать это клиенту. А если у нас есть личный кабинет клиента, то мы можем передавать эту информацию сразу туда. Это вообще не проблема. Хорошо. Что думаешь про доставку день-день? Насчет доставки день-день, мне кажется, как раз-таки динамическая межптизация будет лучше всего справляться. То есть смотри, если у тебя есть какой-то статичный маршрут, у тебя, скорее всего, будет очень большой вот этот временной интервал доставки. Например, ты скажешь, что мы доставим сегодня ваш груз с 8 утра до 10 вечера. И тогда клиент будет сидеть привязанный к одной точке доставки. Если мы используем динамическую маршрутизацию, да, клиент сделает заказ. Он будет после того, как сделать заказ, вынужден некоторое время подождать, чтобы получить ответ от нас, когда мы распланируем. Но это будет небольшой период времени, учитывая скорость нашей маршрутизации. Вот. И затем уже мы ему отдаем более точное время доставки, да, соответственно, мы отвязываем его от необходимости сидеть и ждать нашего заказа. Вот. Но здесь уже скорее будет вопрос в том, каков процесс в компании и как она взаимодействует с клиентами. Да, согласен. Еще одна тема, которую я хотел поднять, это взаимодействие транспортного и складского отдела. Когда ты работаешь со статичным подходом к маршрутизации, тебя, как я уже раньше говорил, всегда водители знают, на какие ворота они должны встать. У тебя уже есть... Твои складские сотрудники уже привыкли, они уже знают, кто куда во сколько приедет. И работа склада, она может быть при этом более ритмичной. Эффективный склад — это ритмичный склад. То есть, когда надо, они собирают заказы, когда надо, они отгружают заказы. И со статикой здесь никаких проблем нет. Как и динамики? При динамике тоже нет проблем. Это, скорее всего, тот же вопрос, что и с информированием клиентов. То есть, мы планируем, мы делаем интеграцию с ВМС-системой и в оперативном режиме сразу после планирования отдаем информацию о том, какая машина куда встанет, на какие ворота. К тому же, при автоматическом планировании мы можем учесть время работы склада, соответственно, и учесть его пропускной способности. У нас не будет такого, что у нас слишком много машин или склад вообще пустует. Здесь все просто. У меня есть, кстати, заготовочка как раз по этой теме со складом транспорта. Давай рассмотрим. На одном из проектов было автоматизировано предприятие. У этого предприятия был склад с ограниченной зоной хранения готовых заказов. При этом компания занималась продуктами питания, то есть это продукция сарафортишейся. Как там был выстроен процесс? Утром логист планировал заказы на ночную отгрузку. Ночная отгрузка это была отгрузка на междугородние рейсы. Сразу, как только заказы поступали, склад приступал к сборке. То есть утром, днем они собирали заказы на ночь. Вечером они приступали к планированию заказов на утреннюю отгрузку. Утренняя отгрузка это внутригородская, внутригородской разгруз. Ночью они выполняли погрузку транспортных средств на междугородние рейсы. Затем у них, когда освобождалась уже зона хранения готовых заказов, они могли приступить к сборке заказов на утреннюю отгрузку. И утром они выполняли уже погрузку малотоннажного транспорта, который разводил заказы внутригорода. Извините, очень приятно. Склад с ограниченной зоной хранения, а сам склад он тоже был небольшой? Да, склад был небольшой. И они эффективно совмещали два подхода к маршрутизации. То есть утром они планировали заказы на ночную отгрузку, а вечером они использовали динамическую маршрутизацию, когда планировали заказы на малотоннажный транспорт. Соответственно, они не могли сразу собирать все заказы, просто потому, что им не хватило бы места в зоне хранения. Слушай, ну смотри, я могу отметить, что здесь тоже есть динамическая маршрутизация, что без нее не обошлось. Очень хороший пример, мне он очень нравится, кстати говоря, этим. Но я бы сказала, что здесь мы не можем сказать, что какая-то маршрутизация была лучше. Поэтому я предлагаю тебе затронуть еще одну немаловажную тему. Это мотивация персонала. и здесь динамическая маршрутизация, она очень хорошо работает с мотивацией логистов. То есть при статистической маршрутизации у тебя есть маршруты исторически сложившиеся. И если вдруг что-то пойдет не так, то вот кто ответственный? Непонятно, кто ответственный, правда? При динамической маршрутизации после того, как рейс у нас распланирован, логист должен привести оценку этих рейсов, понять, насколько они эффективны и возможно подкорректировать настройки системы, чтобы обеспечить большую эффективность самого планирования. И здесь мы уже можем как раз-таки мотивировать логистов. Слушай, ну это же не единственный критерий для мотивации логистов о том, какие маршруты были сформированы. Можно найти другой критерий, по которому ты можешь мотивировать логистов? Хорошо, можно. В принципе, согласна с тобой. Но у нас есть еще водители, например, и мы можем мотивировать водителей при динамической маршрутизации. Например, скап может учесть место жительства водителя и при планировании распределять на водителя тот рейс, который будет заканчиваться ближе всего к его дорогу. нам очень удобно. Ну, это и правда очень удобно. Посмотри, есть другая сторона мотивации водителей. Я на одном из проектов видел о том, как водители подходили к логистам и выпрашивали у них дальние рейсы. То есть водителям чуть-чуть не хватало до премии, ему, чтобы получить премию, нужно было еще выполнить дальний рейс. потому что мотивация водителей, она зависела от тех работ, которые они выполняли. один из критериев это были как раз дальние рейсы. У статики здесь есть такое преимущество. Ты можешь более справедливо распределять рейсы между водителями. Так что у тебя все будут получать возможность заработать премию и никто не будет в обиде. Мы так с тобой с разных сторон подошлись. Материальные, инфициальные, мотивации. Но я тут немножко говорю, что в принципе так как у нас есть довольно-таки обширный функционал по возможности построения отчетов, мы можем проанализировать например нагрузку на водителя и есть там возможность реализации какого-то дополнительного критерия оценки, чтобы потом распределять также на водителей рейсы пропорционально пробегу в своем случае. На самом деле знаешь, мы сидим с тобой дискутируем, дискутируем, а по факту мы должны понимать, что на самом деле наверное и нет никакого противостояния между статичной динамической маршрутизацией. Потому что даже тот самый пример, который ты привел со складом, он очень хорошо это демонстрирует, что в одном случае применяет статику, потому что она нам обеспечивает возможно сразу понимание куда встает какая машина. А дальше когда мы понимаем, что у нас очень большой объем заказов, как утроградская доставка, мы используем динамическую маршрутизацию. Я думаю, что можно найти разные примеры совмещения того и другого подхода. мультимодальные перевозки. Слушай, да, наверное, мультимодальных тоже будет очень хорошо смотреться. Это когда у тебя, например, со склада выезжает фура, она едет на кроссдок, а уже с кроссдока выполняется доставка малого тоннажа транспорта, например, развоз по городу, курьерские службы. Ну да, он будет динамический, малый кроссдок будет у нас стичным. Да, если без совмещения этих подходов тоже обойтись будет трудно. Ну да. Получается, что в конечном итоге нам важно понимать сам процесс, знать, как он происходит, и тогда мы сможем либо подобрать какой-то один из вариантов маршрутизации, либо их комбинацию. Да, так что, да, предлагаем на этом, наверное, остановить нашу дискуссию. Давай посмотрим, какие нам задали вопросы, потому что они наверняка появились. Посмотрим. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...